Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, какова роль преподавания туризма в детской и молодежной среде? Туризм помогает сплотиться ребятам, которые ходят в походы, участвуют в соревнованиях. Они чувствуют плечо ближнего, оказывают друг другу какую-то взаимопомощь. И таким образом они становятся как-то более коммуникабельны и более раскрепощены для того, чтобы как-то правильно лавировать и, будем говорить, двигаться в этой жизни. Потому что те люди, которые занимались туризмом в свое время и сейчас занимаются, они более общительные, более как-то, будем говорить, проще смотрят на жизнь. Много ли в Оренбургской области сегодня центров, где преподаются основы туризма? Ну, можно сказать, что нет, потому что в основном наш туризм, именно детско-юношеский, как-то немного не это понимает, потому что многие станции закрываются. Какие-то станции перепрофилируются и объединяются, допустим, сейчас областную станцию соединили вместе с экологическим центром и со станцией юных техников. Поэтому люди, которые энтузиасты еще есть в нашей жизни, именно в туристской сфере, они как-то стараются так, чтобы кружки, секции были именно, как говорится, туристским центром. Потому что у нас их осталось, будем говорить, немного. То есть в Новотроицке есть, в Орске есть, в Оренбурге, вот я вам сказал, уже есть соединение этих трех станций в единую. В Бугруслане закрыли, в Бузулуке тоже нету. Там есть просто дома, то есть центры детского творчества, в которых есть обязательно секции. Но радует то, что при каждом центре детского творчества, в любом районе, в любом городе и области, обязательно есть не отделение, а секции туризма. Поэтому у нас даже есть в городе Оренбурге специализированные школы, в которой есть туризм и спортивное ориентирование. Это Дюж-3 на Дюжинского 10. В плане развития детско-нушеского туризма, как мы с соседними регионами, допустим, выглядим? Ну, немножко плачевно, потому что у нас с пешеходным туризмом, и так как я буду говорить вам про пешеходы, потому что я сам занимаюсь пешеходным туризмом. И разъезжая по различным регионам, Москва, Самара, Питер, Уфа, то есть Башкирия, в Челябинске очень хорошо развита, в Свердловской области. У нас немножко, мы далековато относимся, то есть находимся от, так сказать, вот этих горных районов, потому что в основном пешеходный туризм, и вообще просто туризм, он заключает в себе преодоление каких-то препятствий, движение по веревкам, хождение с рюкзаком. А у нас как-то в основном поймены леса и равнины. Не берем, допустим, там Кувандыкский, Медногорский район и Саракташский, там вот именно где заканчивается, то есть начинаются горы Южного Урала, предурали, так сказать. А есть ли у нас секции в школах, вузах, СУЗах? Благодаря специалистам Министерства спорта и молодежной политики у нас ввели все-таки, что радует спартакиаду среди СУЗов, вузов именно ввели туризм. А вот немножко насчет детского туризма, именно детско-юношеского, в спартакиаду еще пока не ввели. Но мы думаем, что мы попытаемся этого как-то добиться и донести до наших чиновников, что это необходимо. У нас секции, именно если взять по высшим учебным заведениям и по средним, то у нас только в педуниверситете только есть секции повышения спортивного мастерства, где именно я преподаю именно просто туризм, основы туризма. И мы со своими ребятами выезжаем очень много на всевозможные соревнования, где показываем нормальные для нашего региона результаты. Ну, хотелось бы, конечно, большего и лучшего. С чего начинаются занятия по спортивным туризмам? Ну, каждый желающий, в принципе, может начать заниматься спортивным туризмом. Самое главное, чтобы позволяло здоровье. То есть, с самого начала будем говорить, принесите справку с диспансера, что вы годны, что вы можете заниматься спортивным туризмом. И также, придя, у нас есть в Дежинском центре, в промышленном районе, в Полиничка есть, в центре Полиничка, тоже есть вот секции туризма, куда вы можете прийти и, в принципе, записаться безо всякого. И особенных каких-то требований для записи в эту секцию или в кружок мы не предъявляем. Но все-таки желательно, чтобы потенциальный турист какими обладал качествами, навыки какие-то изначально должны быть? Ну, в принципе, да. Самое главное, чтобы была сила, ловкость, коммуникабельность, так, чтобы как-то был, будем говорить, психологически уравновешен. В том плане, то, что все равно сейчас идет тенденция, что дети в основном заняты у нас компьютером. Мы стараемся, как говорится, привлечь их всевозможными соревнованиями, которые у нас проходят в городе Оренбурге, именно на базе Третьей Дюш, которую мы проводим также в Зуральной Рощи. Также у нас все, которые градские соревнования областные проходят, мы стараемся как можно больше сделать массовый вид спорта. Популяризация его, мы придаем большое значение. Мне очень понравилось, в этом году были на гонке четырех в Москве, где, допустим, на дистанции второго класса принимали порядка 380 команд. На первом классе принимала, это самые простые классы, принимала порядка 270 команд с 29 регионов России. Это проходит соревнование ежегодно, поэтому там очень массово, и разговаривая с ребятами, которые это все организовывают, они хотят именно так, чтобы наш вид спорта, туризм, как-то обрел именно массовость. Так же, как, допустим, Лыжня России, Азимут России. Вы сами вот как оцениваете популярность на сегодняшний день именно туризма по сравнению с предыдущими годами? Тенденция идет все-таки на увеличение или же наоборот к уменьшению? Я думаю, все-таки, что на увеличение, потому что волей-неволей проходят соревнования областные детские проходят. Туда приезжают у нас в регионе 44 района, туда приезжают обычно по 35-40 районов. К нам на, даже на городские, на наши соревнования, которые открыты первенства города, чемпионат города открытые. Приезжают и с Новотроицка, и с Аркташа приезжали, и с Новосергеевки приезжали. Мы стараемся, съездив в другие регионы на соревнования, мы стараемся оттуда привезти что-то новое. Хотя это новое, просто это уже пользуется и бегают по этим дистанциям многие люди. А именно по походам, если то по походам, ну люди некоторые не понимают, что как-то, чтобы оставить след в этой, как говорится, жизни, ну желательно, конечно бы, заявляться для того, чтобы просто показать, по каким маршрутам ходим, в какие регионы мы ездим. Так, чтобы не просто прийти, там на улице встретил знакомого, а ты хочешь по походам? Да, хожу. А где был? Там на Байкале, на Кавказе. А расскажи. Таких людей очень много, и как-то они интересуются. Закончился этот плановый туризм, когда можно было, и сейчас, правда, можно съездить в Турцию, в любую, в Египет, в любую страну. Но тот сервис, который ты сам себе можешь сделать в походе, ну я думаю, ни с чем не сравнится с теми условиями, которые тебе предоставят в какой-либо стране. Да, я понимаю, что плановый туризм, это приехал и отдыхаешь. А здесь отдыхаешь не только просто, вот ты отдыхаешь морально, там, морально, физически, духовно. Ну, походы и соревнования, это вот просто для души. Родители как реагируют на увлечение детей туризмом? Не бывает только, что боятся отпускать в походы? Родители, придя в секцию туризма, возьму я вам на примере третий дюж, они обязательно приходят, смотрят, чем мы занимаемся, в какое время занимаемся. И увидев ту мирную и спокойную обстановку, когда висит в зале много веревок, куча детей, причем любого возраста, от 12 до 18, а то и до 20 лет, они как-то уже благосклонно на это реагируют, придя раз-два, они видят, что здесь нету никаких, будем говорить, ругательств, там, никто не ругается, все тихо, мирно. Кто-то подошел, спросил, новичок, ему объяснят, расскажут, что это вот карабин, допустим, надо пристегнуть сюда, обвязку надо вот так вот одеть, а здесь вот веревку лучше перестегнуть так, и как-то взаимопомощь, и вот этот вот микроклимат, который творит в нашей секции, в нашем туризме, который сейчас, опять же повторюсь, на базе школы, родители как-то спокойно отпускают и даже как-то принимают активное участие, если что-то не получается, они каким-либо образом содействуют и помогают. Что еще, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы детский туризм развивался и молодежный? Как это, большая просьба, чтобы не закрывали, а наоборот расширяли контингент, то есть преподавательский состав именно по туризму, потому что он у нас уже сошел на нет специалистов именно по туризму, ну, будем говорить, маловато, но стараемся, как говорится, проводить эти всевозможные семинары и, как говорится, инструкторов, судей, так, чтобы проводить побольше соревнований и все-таки сделать его, как говорится, массовым видом, для того, чтобы люди, которые просто увидев это, то, что проходит именно соревнования, и походы не только по телевизору, но и, допустим, придя в зауральную рощу, увидев, что дети лазают по веревкам на деревьях, не смотрели и говорили, о, какие-то сумасшедшие, а просто, наоборот, заинтересовывались. Это интересно, это весело, это просто вот, на самом деле, отдыхаешь всеми, будем говорить, фибрами, всей душой и телом. Андрей, большое спасибо, что ответили на все наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.